Спасибо, спасибо огромное за приглашение. В Сызране я, конечно, бывал, но в основном проездом раз сто, наверное, и один раз гулял 22, наверное, года назад. Да, в 2001 году, 23 года назад. 22,5, если вы более точно, потому что это было лето. Вот, но ни разу здесь не проводил занятия, так что в этом смысле это первый раз. Так, ну что, у нас сегодня будет несколько сюжетов, связанные с математикой вокруг нас, с разными задачами жизненными, которые с математикой как-то перекликаются. Но начну я с того, что немножко прокачаем мозги на одной чисто олимпиадной задаче, которая мне очень понравилась. Если как-то мы долго ее будем решать, мы ее уже решим в процессе сейчас. Значит, задача такая. Есть доска типа шахматной доски, но она 10 на 10. Вот, 100 клеточек. Может быть, даже кто-то ее уже когда-то… Вы в каких-то олимпиадах, наверное, участвовали, да? Тех или иных. Вот, может, и видели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если кто видел, сразу рассказывайте, что тут, в чем тут секрет. Так, значит, вот у меня такая доска и есть такая вот фигурка. Не, фигурка не в смысле шахматная. Фигурка вот такая. То есть у меня есть, ну, допустим, вот эта доска и картонные фигурки, да? Доска нарисована и картонные фигурки. И мне нужно картонными фигурками вот эту всю доску, ну, понятно, да? Замостить. Ну, вот, например, так, как я начал действовать, уже, очевидно, не получится, да, замостить, потому что тут уже какие-то пошли угловые формы. Вот, но, может быть, я неправильно действовал. Вот задача, значит, можно ли, формулируется именно так, можно ли замостить. Вот, ну, вот такая задачка попалась Свете, дочке моей, которая в пятом классе в этом была, на одну из, значит, олимпиад. Или она, по-моему, даже у нее была в этом самом, в листочках спецматематики. Вот, ну, вот такая задача. Она там пыталась, пыталась замощать, но как-то все никак не получалось. Но вы понимаете, что заданный вопрос, он предусматривает скорее ответ «нет». Ну, то есть, наверное, не очень интересно, давай задачи, там можно ли замостить, на которые какое-нибудь очень простое замощение просто приходит на ум и все. Вот, то есть тут надо вскрыть причину, почему не получается. Ну, это простейший аргумент про количество клеточек. Он не работает, да? Сто клеточек делится на четыре превосходно. Вот, и вот нужно подумать тут что-то, есть ли у кого-то идеи какие-то по этому поводу. Сейчас с утра немножко мозги прокачаем и придем к более таким задачам уже жизненным. Какие идеи? Чего еще может мешать? Что может мешать, кроме делимости? Делимость, конечно, если бы не делилась, то сразу бы ясно было, что нельзя замостить. Что-то еще мешает, кроме делимости? Ну-ка. Расположение клеток. Так. А как, если уточнить? У самой фигурки. Ну да, но как это превратить, так сказать, в точное утверждение какое-то? Нам нужно, ну понятно, что тут какие-то, да, странные угловатости, но надо превратить это в точное утверждение, в точное, почему все-таки никак не получится. Еще идеи, да? Ну, получается что-то там лишнее, но вот, может быть, мы неправильно делали. То есть тут всегда аргумент. Если у нас, например, 10 раз не получилось, это намек, что не получится, но это не доказательство, да? То есть это, может быть, неправильно пытались. А чтобы доказать, что никогда не получится, да? Внутри вот этой фигуры лежит всего одна клетка, да? А, в основании. Но это не очень, в принципе, мешает. Я же могу поставить вот тут 3,3, а потом вот сюда начать. Ну то есть как бы вроде не видно, почему бы. То есть тут надо как бы, тут нужно понять, что это все намеки на то, почему не получается. А вот доказывать надо будет, доказывать надо будет. Ну что, давайте я дам одну подсказку. Подсказка будет без единого слова. Подсказкой будет шахматная закраска. То есть, как это любят математики делать, это провести какие-то дополнительные наблюдения или построения. В данном случае дополнительным наблюдением будет то, что мы можем, в принципе, вот так вот черными и белыми клетками, как и обычную шахматную доску, только это побольше размера. И теперь что-то нам должно, наверное, прийти в голову. Вот пока я рисую, есть уже идеи? Нет? Тогда еще немножко порисую. И, может быть, идеи появятся. Есть идеи? Давайте еще один ряд нарисуем. Сейчас мы превратим ее в огромную шахматную доску слишком большого размера. И будем думать. Отлично. Значит, теперь у нас вместо ста просто клеточек возникло 50 таких и 50 таких, да? 50 белых и 50 черных. Вот. Хорошо. А теперь предположим, что как-то лежит наша фигурка здесь. Вот, например, вот эта фигурка. Что можно про нее сказать? В смысле черных и белых клеток. Что можно сказать? Вот у этой фигуры. Вот я ее сюда положил, картонную фигурку. Да. Значит, давайте один к трем. Черный и к белым, да? А у вот этой фигурки три к одному. Вроде кажется, что тут такого? Ну вот на каждую три к одному сделаешь один к трем, и все хорошо. Но, но, абсолютно верно. Все. Вот это уже полное решение. Как зовут? Лена. Вот смотрите. У нас рассуждение в таких задачах проводится, естественно, от противного. Предположим, да? Предположим, что мы замостили. Тогда, естественно, их должно быть 25 всего. Но тогда будет очевидный перекос в одной из двух сторон, потому что поровну уже не получится. И будет либо вот таких больше, либо таких больше. Если таких больше, получится, что больше белых клеток, чем черных на доске должно быть. А если таких больше, должно быть черных клеток больше, чем белых. А у нас на доске их поровну. Вот и все доказано. Вот такое вот рассуждение. Чисто математическое. От начала до конца, да? Вот. Хотя, казалось бы, да? Что при чем тут какие-то эти вот цвета, да? Ну мы же просто берем доску 10 на 10. А вот оказывается, когда вы вот так ее покрасите, сразу решение подскажется и получится. Это, кстати, намек, да? Часто в каких-то олимпиадных задачах какую-то такую вот… Вот эта шахматная закраска вообще очень часто. Я думаю, что в пятом классе из трех олимпиад хотя бы на одной точно будет задача, которая будет решаться шахматной закраской. По крайней мере, по моим наблюдениям. Так, ну ладно, чуть-чуть встряхнулись, да? Чуть-чуть встряхнулись. Теперь задача. Задача. Потом мы еще одну, кстати, задачку разберем. Сейчас сильный поворот в сторону теории вероятностей, знаете, да, в школе идет? Или вы пока еще не успели обратить внимание на это? Успели, да? Вот. Но вот немножко помогу, помогу и всем присутствующим чуть-чуть с этой теорией вероятности, значит, более близко познакомиться. Вот. Но пока давайте такую задачу порешаем вместе как бы. Вот у меня есть четыре городка. Четыре городка. Как-то так получилось, их то ли все сразу построили, то ли просто в какой-то момент решили, что их надо соединить дорогами асфальтовыми. Вот они сейчас в какой-то глубокой тайге. Я даже помню, когда-то там у нас министр обороны сказал, что надо построить новые города в Сибири. И когда он это сказал, я сразу, значит, задачу говорю, вот, допустим, у нас есть четыре вновь построенных города в далекой Сибири построены, но дороги еще не провели. И теперь требуется их связать с сетью дорог. И при этом минимизировать количество асфальта. То есть длину суммарную, суммарную, суммарную длину, суммарную длину дорог. То есть нужно соединить эти четыре пункта, связанные с системой дорог, с самой маленькой возможной суммарной длиной. Да, первое, что сразу же приходит в голову, это, конечно, по диагонали. Сразу приходит в голову, что по диагонали. Давайте обозначим за, скажем, давайте за один обозначим, вообще удобнее мне будет сторону обозначить за два, там будет меньше знаменателей при вычислениях. Пусть сторонка будет у нас два. Вот. И тогда длина такой сети дорог чему равна? Правильно, четыре корня из двух. Прекрасно. Ну вот, значит, вроде как, единственный еще претендент, который приходит в голову, это соединить их вот так, да? А это будет какая длина? Шесть, да? Сравниваем. Что тут больше? Правильно, почему? Потому что можно возвести в квадрат, да? А можно вначале сократить на два и потом возвести в квадрат. Получится сравнение двух корней из двух с тремя. Два корня из двух в квадрате это восемь, а три в квадрате это девять. Так, нам все больше начинает казаться, что вот это оптимальная система дорог. Ну и я вас сейчас немножко удивлю. Ответ нет. Существует более оптимальная картина, чуть-чуть более экономная. Совершенно удивительная и непонятная. Просто вот даже догадаться до нее, если честно, совершенно невозможно. Но просто как некоторый удивительный факт, мы его с вами разберем. Ну вот P у нас, вот P, да? Зигзаг будет еще длиннее по очевидным причинам, потому что зигзаг – это сторона, диагональ, сторона. А там уже три стороны, и то это меньше, чем две диагонали. То есть тут надо как-то вот из двух диагоналей, надо попытаться что-то смастерить, что ли, понимаете? Из двух диагоналей. Ну вот давайте, например, предположим, что я чуть-чуть вот эти две дороги как бы заменил на общую, а потом вот так вот в одну и в другую сторону соединил. Приведет ли это к некоторой экономии? Кажется, да, что вроде чуть-чуть сюда. Эти не сильно сократились, а по длине как бы… Ну то есть это стало как бы общей, да, а эти в сумме обслуживают теперь. То есть это как бы вместо… Если бы я заменил обе дороги на такой зигзаг, то, конечно, получилось бы больше по неравенству треугольника. Но так как вот это вот теперь общая часть, да, то можно надеяться на то, что получится лучше. Но, в общем, если провести точные рассуждения, действительно оказывается, что когда вы начинаете в эту сторону достраивать, первое время идет экономия. Не все время, первое время будет идти экономия. До какого момента? Давайте я вам нарисую оптимальную, и мы убедимся, по крайней мере, в том, что оптимальное меньше, чем… Еще меньше, чем вот это. Доказывать, что это оптимальное, как ни странно, достаточно сложно. То есть это уже такие математические рассуждения большие. Значит, нужно идти до точки, в которой все эти три угла равны 120 градусов. Это вот рецепт. Это задача об оптимальной системе дорог, связывающей вершины квадрата. Знаменитая задача с удивительным ответом. Синяя, вот эта синяя сеть дорог оказывается меньше. Давайте это докажем строго. Для того, чтобы доказать это строго, нужна некоторая геометрия, правда? Нам нужно воспользоваться всякими фактами про синусы, косинусы. Сейчас посмотрим, про что. Или про теоремию Пифагора непосредственно. Давайте попробуем найти длину вот этой сети дорог. Что мы будем делать? Ну, наверное, надо дополнительное построение, да? Произвести. И тогда у меня получается вот этот угол 60, да? 60, правильно? Так. Что можно сказать про угол 60? Что вы про него знаете? Только вот этой, да. Вот, да, но не стороны. То есть вот это, и это будет половина вот этого. Синус 30 градусов равен 1, 2. То есть отношение вот этого к этому. Вот, но мы, да, мы должны исходить из того, что вот это нам известно. Это единица. Да, поэтому нам лучше воспользоваться косинусом, правда? Значит, косинус 30 градусов равен… Правильно, корень из трех пополам. И он равен отношению вот этой, да, единичке. К вот этому неизвестному мне пока отрезку, синему х. Правильно говорю? Проверяйте. Мало ли я ошибусь. Значит, х равно 2 делить на корень из трех. Так? Значит, вот эта сторона, это 2 делить на корень из трех. А это… Правильно, 1 делить на корень из трех. Потому что тут как раз правило синуса трясти. Значит, вот это 1 на корень из трех. Соответственно, у меня уже почти все готово для измерения. У меня есть 4 стороны 2 делить на корень из трех длиной, да? И еще у меня есть что-то, что имеет длину 2 за вычетом двух вот таких отрезков. Дважды 1 на корень из трех. Правда? Вот. Это вот этот синий промежуток. Вот он равен 2 минус 2 делить на корень из трех. Потому что 1 делить на корень из трех здесь, 1 делить на корень из трех здесь. Вот. И теперь нам нужно все это сложить. Нам нужно все сложить и сравнить с четырьмя корнями из двух, чтобы посмотреть, что же все-таки быстрее, что меньше асфальта потребует. Значит, у меня получается 4 раза по 2 делить на корень из трех, прибавить 2 и отнять 2 делить на корень из трех. Да? Правильно? Так. То есть здесь 4 раза, здесь 1. Значит, 3 раза по 2 делить на корень из трех и прибавить 2. Так. Что это у нас такое? Да, 2 корень из трех плюс 2. То есть 2 умножить на корень из трех плюс 1. И мы сравниваем это с четырьмя корнями из двух. То есть, иными словами, надо сравнить корень из трех плюс 1 с числом 2 корня из двух. Придется. Да, придется взвести квадрат. Значит, 3 плюс 1 плюс 2 корня из трех. Правильно, да? Это тут. А здесь? 8. Вычитаем четверку. 2 корня из трех сравнивается с четырьмя. Делим на 2. Корень из трех сравнивается с двумя. И ура. Все так. Корень из трех меньше 2, потому что 3 меньше 4. Так как корень из трех меньше 2, то, соответственно, 2 корня из трех меньше 4. Значит, 4 плюс 2 корня из трех меньше 8. Корень из трех плюс 1 тем самым меньше 2 корней из двух. И тем самым у меня получается, что это сеть синяя, хоть и немножко, но короче, чем зеленая. То есть получается такая совершенно удивительная картина. Честно говоря, я впервые это узнал в достаточно взрослом возрасте, лет, наверное, 20 назад всего. То есть я не обращал внимания на этот факт, он меня совершенно поразил, что 4 точки квадрата, вершина, не по диагонали, если вы экономите материал, то не по диагонали нифига, а нужно вот так вот сделать чуть-чуть. И будет дополнительная экономия. Так, отлично. Продолжим сейчас связанные с корнями сюжеты. Сейчас будет еще один сюжет. Сюжет называется «Лист А4». Лист А4. Так. Ох, у меня в рюкзаке, конечно, листы А4 есть, но у кого-нибудь из вас, наверное, тоже есть, да, лист А4. Но в любом случае все помнят лист А4, да? Что такое лист А4? Все видели. Так, это вот из принтерной бумаги берешь, вот этот лист А4. Кто знает, какой у него размер? То есть какие у него размеры? Не площадь, не площадь, а… Да, совершенно верно, да. Практически так и есть, да. Значит, тут 297, а здесь 210. И что это за единицы измерений у нас? Миллиметры. Молодцы. Правильно. Иначе было бы слишком большое, да, если бы это были сантиметры, это было бы что-то не очень похожее на лист А4. Вопрос. А почему именно такие? С чем это связано? Ну, почему такие пропорции? У листа А3 он будет большего размера, но пропорции будут те же. Да? При… Еще раз. Да, совершенно верно. Смотрите, какая решается задача. Когда строятся эти листы, требуется, чтобы если я его разрезаю, так, и поворачиваю теперь, ставлю его рядом снова в направлении, как бы, когда он вертикально стоит. Вот если я, грубо говоря, взял, вот у меня была распечатана какая-то фотография на листе А4, а я решил сделать в большом количестве эти фотографии, поэтому я порезал на листы А5, удвоил количество фотографий, но распечатал уже вот так. То есть фотография на листе А4 была там, ну, например, портрет какого-нибудь, не знаю, опасного этого самого, опасного террориста все ищут, да, допустим, да? Вот, везде развесили. А мало все равно, на все подъезды не хватило. Взяли, еще поделили, маленький портрет развесили. Вот если не будет сохраняться пропорция, то понимаете, да, что портрет будет немножко другого вида. То есть, скажем, допустим, мы портрет изобразили вначале на квадратном листе, вот портрет, да, есть, вот, а потом решили изобразить на половинке квадратного листа. И что же у нас тут получилось? Ну, такой, да, он какой-то, не, ну, там, наверное, просто оно само подровняет под это самое, просто вытянуто будет как в этом. Ну, погоди, помните зеркала, комната с зеркалами, когда волк и заяц там выглядели как? А кто знает, что такое, ну, погоди? Наверное, все знают, да? Это странный вопрос. Да, вот. В общем, там один выпуск, там волк с зайцем ходят по комнате кривых зеркал. Ну, и ясно, что в таком виде никто не сможет узнать такого лица. Поэтому требуется, чтобы пропорции были одинаковые. Но давайте посмотрим, к чему это приведет. Давайте, скажем, вот эта вот единичка, да, я, ну, это такие единицы измерения. У нас, я уже сказал, что 210 миллиметров, но давайте обозначим, да, за единицу вот эту вот длину, единицу, новая единица измерения, да, называется ширина листа А4. Тогда в этих, в единицах ширины листа А4 обозначим вот это за х. И давайте попробуем понять, чему х должен быть равен, чтобы пропорции… Ну, да, именно так. Может, я слишком медленно, да, я как-то… Хотите я ускорюсь? Нет, не надо, да? Ну, ладно, тогда те, кто быстро соображают, вы меня простите, вы будете чуть-чуть обгонять. Вот, значит, смотрите, действительно, что происходит? Вот у меня перевернутый… Вот я его разрезал, тогда у меня единица, теперь вот здесь, правда? Единица вот здесь. А здесь сколько? А? х пополам, правда? Вот, я тут разрезал х на 2 по х пополам. Взял это и поставил вот так. Так. И мне должны одинаковые пропорции быть, что там, что там. Значит, х должно относиться к единице, как что? Только наоборот. Потому что мы теперь поставили его на попа, мы его перевернули, и поэтому поменяли местами 1 к х пополам. Но 1 разделить на х пополам – это то же самое, что 2 разделить на х, правда? А х к единице – это просто х. Получается уравнение х равно 2 разделить на х. То есть х квадрат равно 2. То есть по определению х – это корень из 2. В принципе, он мог быть, конечно, минус корень из 2, но это же длина, она положительная, поэтому надо брать положительный корень. Значит, вот получается ответ, что пропорции листа А4 должны быть корень из 2 к единице, а у нас они 297 к 210. Это сократимая дробь или нет? А теперь сократимая дробь или нет? Нет, здесь простые делители 3 и 11, а здесь 2, 7 и 5. Никаких сокращений нет. Поэтому эта дробь несократима. И при чем же здесь корень из 2? Разве это корень из 2? Правильный ответ такой. Это почти корень из 2. На самом деле корень из 2 обладает некоторым свойством, которое вы, наверное, слышали. Каким? Кто слышал? Каким свойством обладает корень из 2? Неудобным таким свойством. Не слышали, да? Давайте я расскажу. Корень из 2 не выражается в виде дроби. Никакой вообще. Ни одно рациональное число, ни одна дробь, то есть отношение двух целых чисел, не может в точности быть равно корню из 2. И, внимание, в течение ближайших 10 минут я это докажу. Совершенно формально и строго. И заодно мы разберемся, откуда взялось вот это 99,7, чтобы до конца понять, почему лист бумаги именно такой. Итак, смотрите, сейчас будет прием, прием, который называется цепная дробь. Бывают цепные псы, да? А бывают цепные дроби. Сейчас я вам расскажу про прием цепная дробь. Цепная дробь – это вот что такое. Возьмем нашу дробь, которую мы рассматривали. Давайте ее представим, то, что называется, в правильном виде. Сколько это будет? Точно, да? Именно так. А теперь я совершу странное действие. Я переверну. Напишу вот так. Зачем? Сейчас поймем. Теперь я делю на то, что было числителем, правда? На самом деле, те, кто знает, что такое алгоритм эвклида, я делаю ровно это, только более как бы непосредственно и прямолинейно. Я сейчас выполнил то, что называется алгоритм эвклида с двумя числами. Значит, теперь я 70 делю на 29. Сколько там получается? Две целых. И сколько остается? 12,29. А я опять переворачиваю и здесь напишу 29,12. И опять продолжу. У меня… Да, смотрите, у меня уменьшается, да? У меня уменьшаются числа все время. Я из-за того, что делюсь остатком, все время числа следующие меньше, чем предыдущие. И это точно когда-то закончится, правда? Ну как, смотрите, две целых. И сколько там? 5,12. То есть 1 делить на 12 пятых. Так. 12 пятых – это что? 2 пятых. 12 пятых – это 2 целых, и еще 2 пятых, правильно? А 2 пятых – это 5 вторых наоборот. 5 вторых – это что? 2 целых. Еще 1 вторая. А вот 1 вторая уже… Она уже 1 вторая. Уже дальше процесс не идет, потому что в какой-то момент возникло деление нацело. Так вот, давайте вот этот внешний вид числа 99,7 мы зафиксируем вот здесь. И теперь представьте себе процесс тот же самый с любым числом, любое число m делить на n. Например, не знаю, но, например, я сейчас напишу какой-нибудь страшный пример. Например, 1 триллион 628 миллиардов, 103 миллиона, 115 тысяч, 236. Ну, это я, честно говоря, просто взял от балды и напихал цифры. Делить на 7, 245, 317, 317, 406, ну, еще какие-нибудь две цифры. Так. Ну, вот какое-то жуткое число, да, примерно равное там 2 с небольшим. Вот. А вот представьте себе вот этот процесс, связанный с ним. Конечно, потребуется довольно долго это все выписывать, но ясно, что на каждом шаге, на каждом шаге уменьшается следующий знаменатель, правда, потому что я делюсь остатком. То есть, когда я выделил, тут 2, 2 будет целая часть, 2, и останется что-то заведомо меньшее, чем вот здесь вот стоит, да, и оно пошло у меня в знаменатель после того, как я перевернул. Значит, потом я разделил вот это огромное число на это заведомо меньшее, получилось еще меньшее, чем то меньшее. На следующем шаге еще меньшее, потом еще меньшее. И ясно, что в конце концов, может быть, это будет долго придется делать, но в конце концов вы придете к ситуации, когда делимость окажется уже нацело. Уж, по крайней мере, когда вы даетесь до единицы точно, да, может и раньше, может быть и раньше. И у вас возникнет, ну, то же самое, только очень длинное. А0 плюс 1 делить на А1 плюс 1 делить на А2 плюс 1 делить на А3 плюс так далее. Может быть, тут будет, например, 215 этажей, а может еще больше этажей, да. Но точно, что в конце концов это все закончится и вот для этой дроби мы построим цепную дробь. То есть любое число рациональное, любое отношение двух целых чисел нам выдает на выходе всегда конечную, многоэтажную, конечного числа этажей цепной дробь. Договорились? Теперь, если я некоторое число раскладываю в цепную дробь и оно оказывается бесконечным, то оно не дробь. Правда? То есть теперь уже просто осталось взять, например, предъявить дробь для корня из двух и если она бесконечная, значит все, значит никакой дробью корень из двух не выражается. Разложим? Это очень интересное занятие. Давайте выделим целую часть из корня из двух. Один, естественно, да? Один, а остается корень из двух минус один. И вот теперь по правилам игры я должен его загнать в знаменатель, но тогда пока получается, что мне ничего кроме как так, ну, очевидное преобразование, то есть любое число х равно один разделить на одну иксовую, да? Но с этим я могу немножко поработать, потому что мы знаем, особенно те, кто в старших классах учатся, что есть такое избавление от чего? Кто в старших классах? От иррациональности в знаменателе, правда? Вот. Но давайте как здесь это выглядит. Как кто догадается сразу? Да. Какое сопряженное? Точно. Так. Делим тут корень из двух минус один умножить на корень из двух плюс один. И что же у меня в знаменателе? В знаменателе два минус один. Два минус один это единица, да? Значит, знаменателя нет. То есть получается просто, что для корня из двух минус один обратное число это корень из двух плюс один. Но это на самом деле это если вы не готовы в это сразу поверить, возьмите, наберите на калькуляторе корень из двух, у вас будет один точка сорок один, что-то такое, да? вот потом наберите вот этого единица, уберите, будет 0.41 и умножьте на 2.41 и у вас получится ровно единица с огромной точностью. Это чистая правда, связана с вот этой формулой сокращенного умножения, что корень из двух плюс один на корень из двух минус один это корень из двух в квадрате минус один в квадрате, то есть 2 минус один, то есть один. поэтому знаменатель исчезает и получается что? Что я могу это продолжить как? Что это один плюс один делить на корень из двух плюс один. Согласны? На самом деле эту формулу можно проверить и в лоб, что корень из двух равен вот этому числу преобразования, упрощения выражения вы увидите. А вот теперь я спрашиваю, какая у этого числа целая часть? 2, говорит, да, совершенно верно, как говорится в интернетах капитан очевидность, да, говорит, что 2, ну это все правильно, нет, все хорошо, да, значит, очевидно будет 2 и что у нас останется в качестве дробной части? Что остается? Корень из двух минус один. Так. Понятно, что дальше, да, то же самое пойдет. произошла рекурсия. У нас корень из двух минус один уже выпадал, и он превратился в один делить на корень из двух плюс один, а значит, он снова в него превратится, и получится один плюс один делить на два плюс один делить на два плюс корень из двух минус один. Это будет то же самое. ну а дальше вы понимаете, что этот процесс не может никогда остановиться, потому что мы каждый раз его реплицируем. У вас на информатике, да, было понятие рекурсии, наверняка. Вот, то есть у вас теперь никогда здесь ничего не остановится, и это будет до бесконечности, а следовательно число корень из двух не может быть никакой дробью. Это бесконечная цепная дробь, а любая обычная дробь превращается в конечную, значит, корень из двух не дробь. Но, смотрите, как они похожи, не правда ли? Как близнецы, только здесь шесть этажей, а здесь бесконечное количество этажей, но при этом этажи, пока они идут вместе, они одинаковые, один плюс один делить на два плюс один делить на два плюс один и так далее. И с этим связано, что корень из двух очень близко, очень близок. Вот каждый раз, когда я буду обрубать по какой-то, по какому-то этажу и потом превращать в обычную дробь, то у меня будет число крайне, крайне близкое к корню из двух. И когда шестой этаж, это прям, это вот это вот 99,7, это шестой этаж. это с очень большой точностью равно корень из двух. То есть, если вы вычислите на калькуляторе, если я не ошибаюсь, ошибка будет даже не в четвертом, а в пятом знаке после запятой. Но пятый знак после запятой, вы понимаете, что на глаз точно не заметен. Это означает, пятый знак после запятой с такими числами, это значит, грубо говоря, сотая доля миллиметра. Вот сейчас я был на заводе на экскурсии, и мне говорили, что металл там в некоторых местах выравнивается с точностью до тысячной или даже десятитысячной доли миллиметра спайка. Ну, конечно, для того, чтобы что-то четко вошло куда-то, это важно, но глазом вы это никогда не увидите. То есть одну сотую миллиметра вы никогда не увидите глазом. Это для вас размер листа это корень из двух единиц и все. Но так как это невозможно реализовать, значит, никакую не дробную, невозможно реализовать на производстве, все равно будут дроби. Но вот берут самую ближайшую дробь, но это же будет слишком маленький лист А4, должен быть привычных размеров, примерно такой, поэтому умножают на 3 и 227 на 210 это стандарт листа. Так. Ну что, про теорию вероятности немножко поговорим. Не устали еще? Давайте про тервер поговорим. Так. Сейчас будет задача с подвохом. И этот подвох допустили составители Олимпиады. Это задача со Всероссийской Олимпиады по теории вероятности. Первый в истории онлайн этап для шестых, седьмых классов. Но вы уже старше, да, все? Поэтому вы в ней не участвовали, правильно? У меня участвовала, значит, Света, она в шестом классе и в этой задаче произошел затык. потому что решение, потому что решение, которое показалось правильным, в общем, как правильно, не загружалось. но потом, потом выяснилось, что действительно составители просят прощения. Одна из задач была чуть-чуть, значит, вот эта задача, она была не до конца правильно сформулирована, не до конца корректно сформулирована, точнее. И некоторые, кто ее решал, они правильно поняли составителей, а некоторые поняли неправильно. Задача такая. В лесу живет белка и барсук. Они любят желуди, но белка отбраковывает две трети желудей, нет, отбраковывает треть желудей как недостаточно сладкие, как кислые. То есть треть желудей белке не подходит. А барсук отбраковывает 40% желудей, то есть две пятых всех желудей, наоборот, как слишком сладкие. Вопрос, если я взял случайный желудь в лесу, с какой вероятностью он подойдет и белке, и барсуку? Что? Ну, то есть попробую, да, они пополам разделим, мы дадим им обоим. С какой вероятностью оба скажут, что это нормальный желудь, годный для еды. Итак, исходные данные такие, что треть желудей бракует белка как кислые, а 40% бракует барсук как сладкие. Нужно найти вероятность, с которой случайно взятый желудь, годицы, белки и барсуку. В чем подвох? Ну, вот давайте так сделаем. Вот, например, я кидаю две кости. Давайте начнем издалека. Я кидаю две кости. Обычные кости, значит, с какой вероятностью у меня выпадет комбинация здесь три, здесь пять. Одна шестая умножить на одну шестую, то есть одна тридцать шестая, как ты правильно говоришь. Вроде очевидно, да? Значит, кидаем кости и считаем, что на любой годный мне исход, на любой благоприятный исход остается еще, чтобы вот такой исход сопровождался благоприятным здесь. И предполагается здесь, молчаливо предполагается, что никакого влияния вот этот исход на этот иметь не будет. То есть не то, что один кубик, когда тройка падает, то у другого более вероятно, например, пятерка, а если тот падает единицы, то у другого более вероятно единица. Нет такого, мы в это не верим. Мы считаем, что они независимо разыгрываются, правильно? И в случае, если они разыгрываются независимы, действует вот эта знаменитая формула произведения вероятностей. Возьмем теперь здесь, вот берем желудь, разыгрываем здесь вероятность, с которой он подойдет белке. Две трети, да? Дальше разыгрываем вероятность, с которой этот желудь попадет барсуку. Три пятых. И ответ неверный. Этот ответ бракуется системой бракуется. Почему? Сладкий. То есть, тот факт, что белка его бракует, означает, что он слишком кислый. Но тогда, да, барсуку. Да, тогда барсуку. То есть, наоборот, то, что он не бракуется, белка, означает, что он очень сладкий. И с большой вероятностью барсуку не подойдет, потому что барсук любит кисленькое, белка любит сладенькое. Я, значит, это самое, звоню составителю, говорю, Ваня, там косяк. Это Иван Валерьевич Ященко. Косяк. Ой, как косяк? Я говорю, ну как, вот сладость для барсука и для белки, это независимое явление или нет? Вот. Ну, потом, значит, он произвел созвон, говорит, да, извини, но это предварительный этап, это фигня. Все равно самое главное, все будет в очном этапе. Это так, предварительный этап все равно родители делают за детей. Ну, это так, это я не произносил. Ну, вообще, у нас все онлайн-олимпиады, это олимпиады родителей, вы же понимаете, да? Это, да, вот, в основном онлайн. Я имею в виду вот эти предварительные туры всякие, это олимпиады родителей. Вот. Но потом уже, конечно, когда приходят на очную площадку, там другое дело. Кстати, по терверу очная площадка будет 27 января, ближайшую субботу. Вот это вот уже очная. Так вот, действительно, вопрос, рецепторы у белки и у барсука одинаково воспринимают? Есть понятие, объективно сладкий желудь или нет? И оказывается, что составители автоматически подразумевали, что объективная сладость существует, поэтому на всем диапазоне сладости от нуля до единицы белка бракует вот эту одну треть, а барсук бракует эти две пятых. Понимаете, да? То есть он предполагалось гораздо более простая ситуация, чем перемножение вероятности. Предполагалось, что мы вычитаем из всех желудей ту треть, которые слишком кислые, и те две пятых, которые слишком сладкие. И получается ответ. То есть ответ, который принимал компьютер, это один минус одна треть минус две пятых. Ну там, после приведения к общему знаменателю, кажется, получается 4 пятнадцатых. Сейчас проверим. 15 минус 5 это 10 минус 6, да, 4 пятнадцатых. То есть, а вот этот ответ, он гораздо меньше, чем этот, как вы понимаете. То есть здесь из-за того, что события оказались зависимы, это очень важно понимать, что далеко не всегда правильно применять вот этот вот, так сказать, принцип независимых испытаний. Ну, конечно, в большинстве задач по смыслу задачи видно, испытания зависимые или независимые друг от друга. Сейчас я приведу вам еще один пример. Совершенно такой тоже пример жизненный, я бы сказал, сверхжизненный пример. Есть объект, объект, который пытаются поразить ракетами. Вероятность, что ракету собьет ПВО, вот ПВО, вероятность сбития одной ракеты 95 процентов. Летит 20 ракет. Оценить вероятность того, что объект будет сбит. Объект, ну, в смысле, будет разбомблен. А? Да, одной ракеты достаточно. То есть, если одна ракета, хотя бы одна из 20 попала в этот объект, он разбомблен. Все. Поэтому принципиальный момент именно такой. Удалось ли сбить абсолютно все ракеты? Почти. Но не 5 сотых. Давайте сейчас проанализируем. Значит, действительно что-то в 20, но не 5 сотых. Сейчас посмотрим. Значит, смотрите, что происходит. У меня каждая ракета, каждая ракета долетает, долетает с вероятностью 5 процентов. Но при этом их 20 штук. Такой чисто, ну, ламерский подход. 20 штук по 5 процентов, значит, получается 20 умножить на 5 процентов, это 100 процентов, значит, точно уничтожит, да? Ну, вы понимаете, конечно, что это рассуждение неверное, да? Это рассуждение неверное. Значит, хотя бы достаточно, чтобы одна попала и все. Это намекает на то, что надо посчитать вероятность того, давайте посчитаем, проще посчитать, вероятность того, что объект остался цел. Потому что вероятность того, что он был уничтожен, очевидно, равна единице минус то, что он остался цел. Поэтому нам достаточно посчитать то, что он остался цел, и потом уже все будет готово. Ну давайте попробуем. Что значит, что он остался цел? Да, это значит сбиты поголовно все ракеты. Поголовно все ракеты. Значит, с какой вероятностью сбита одна ракета? 0.95, правильно? С какой вероятностью при условии, что сбита первая ракета, сбита и вторая? Тоже 0.95, правда? То есть, да, смотрите, правильно, здесь мы предполагаем, что ПВО работает независимо по этим ракетам, то есть как кубики, не как белка с барсуком, а как кубики, что каждое следующее сбивается просто с одной и той же вероятностью. Вот. Вот я, значит, выступал перед военными моряками, более точно не могу сказать, где и когда. Я спросил, можно ли этот факт как-то выдавать? Говорит, ну просто, что выступал, можно, но не специфицировать, где. И они сказали, неправильно. На самом деле ПВО от многих ракет вот эта независимость разрушается. То есть вычисления достаточно точные, но для нас уже недостаточно. Там надо… предположение о независимости, оно не вполне выполняется, то есть оно начинает разрушаться с некоторого очень большого количества ракет. Вот. Это, кстати, ответ на вопрос, почему все-таки иногда долетает. Потому что от очень большого уже там это все… Вот. Ну вот, соответственно, мы берем… Сколько раз? 20, да. 20 раз. То есть это будет число 0,95 в степени 20. 0,95 в степени 20. Теперь я сейчас вам покажу, как его очень быстро… Как его очень быстро, да, оценить. Оценить. Это 1 минус 1,20. На самом деле тут не зря все подобрано. Это 1 минус 1,20 в 20 степени. 1 минус 1,20 в 20. Значит, почему это нам упрощает дело? Сейчас я скажу. Давайте я сделаю вот здесь такую… Проведу красную черту, так? И сейчас расскажу совершенно другой, вот совершенно другой жизненный сценарий, который будет приводить к примерно тем же самым рассуждениям и концепциям. А именно, представьте себе, что появился некий банк, который берет у вас средства и через 10 лет возвращает в два раза больше. То есть 100% будет, 100% не годовых, а за 10 лет. Вот. Но при этом он говорит, что если вы заберете через 5 лет, например, он уже выдаст накопившиеся. То есть через 5 лет он выдаст 50%. И можно еще раз их же уже обратно вложить. То есть вместо удвоенной суммы можно сделать так. Вот какую-то сумму положил там, допустим, один, не знаю, миллион рублей положил. Вот. И через 10 лет будет 2 миллиона рублей. Но если ты придешь через 5 лет, будет полтора миллиона рублей, да? И можно их еще раз вложить еще на 5 лет. Что тогда нужно будет сделать с ними? Еще на полтора умножить точно. Да. Так. Вот. То есть 1, да, 2. Значит, это 1 плюс 1, 2 в квадрате. И это 2.25. Это больше 2. То есть вы получите на выходе больше, чем 2 миллиона на самом деле. Так. Тут вы говорите, а можно каждый год так делать? Каждый год. Вам говорят, да не проблем, никаких проблем. Делайте каждый год. За год накапливается 10%. Поехали. Через год будет 1 десятая от накопленной суммы плюс та, которая была положена. Вы ее перекладываете снова всю. Наверное, кто-то слышал, поднимите руку, кто слышал понятие сложный процент. Это ровно то, что я сейчас рассказываю. Это сложный процент. Сложный процент. То есть я тот, что накопился за год, я сразу туда все, обратно. Тогда через год будет вся вот эта сумма плюс 1 десятая от нее. То есть фактически мне просто ее, положенную, нужно снова умножить на 1 плюс 1 десятую. Через два года уже вот у меня вот такая сумма, правда? Я ее опять туда закладываю. И через год она снова умножается на 1 плюс 1 десятую. И так 10 раз подряд. То есть 1 плюс 1 десятая в степени 10. Если вы вычислите это на компьютере, я точно не знаю, но это будет где-то 2,6 с чем-то. Скорее всего. Вот про 10 не знаю, а про 100 уже достаточно точно знаю почему-то. Допустим, вы стали каждый месяц бегать. Тогда у вас будет 1 плюс 1 120 в степени 120, правильно? Каждый месяц вам выдают 1 120 от периода в 10 лет, да? Так. И вот это я уже могу сказать, что точно начнется с 2,7. А если вы будете бегать каждую секунду или что-то в этом духе. Ну вот смотрите, 30 лет это миллиард секунд. Может кто-то из вас в детстве увлекался этими переводами временных дней с друг друга. Я вот летом 21 года праздновал полтора миллиарда секунд. Мы собрались, там торт сделали, представляете, какая дата круглая. Полтора миллиарда секунд. Это же вообще. Так вот, если я каждую треть секунды прибегаю и забираю, то получится 1 плюс 1 миллиардная в миллиардной. И вот тут я вам совершенно точно могу написать первые довольно много цифр. И возможно вы их даже узнаете. Кто слышал о таком числе? Поднимите руку. Правильно. Это число Е. Е определяется очень многими разными способами. Но один из способов именно такой. Это когда вы со страшной частотой берете и перекладываете в банк. То есть, как мы говорим, предел преостренности к бесконечности. То есть вот там вот я все повеличивал, увеличивал. И оно чуть-чуть корректировалось. Здесь у вас удалось взять 2 миллиона 700 тысяч. Здесь 2 миллиона там 718 тысяч. Но сильно больше уже не будет расти. То есть у него есть предел. Этот предел строго называется числом Е. Вот. То есть вы можете вот так, увеличив частоту перекладывания денег до совершенно пулеметной частоты, вы придете ровно к числу Е. А теперь при чем тут это? Посмотрите, здесь есть явно какая-то схожесть. Правильно? Есть схожесть. И она вот в чем выражается. Она выражается в том… Давайте я сотру вот эти начальные условия. Вот. Начальные условия. Вот. Есть схожесть. Потому что если я умножу 1 плюс 1 двадцатое в двадцатой на 1 минус 1 двадцатое в двадцатой, ну-ка, что у меня будет в двадцатой степени в результате? 1. Точно. Это очень близко к единице. Не успевает разогнаться. Слишком в маленькую степень возводите. Есть теорема, я не буду ее сегодня доказывать. И если вы будете заниматься какой-то там инженерной областью или вообще чем хотите, вы все равно будете изучать такую науку, как математический анализ. От вас никуда не уйдет, потому что математический анализ лежит в фундаменте всех наук. Поэтому вы все равно через него пройдете, и вы столкнетесь с такой теоремой. Предел при n-стремисной бесконечности 1 плюс или минус, неважно, 1 делить на n квадрат в степени n равен единице. То есть если вы слишком маленький знаменатель добавляете, слишком маленькую поправочку к единице и возводите в n-ную степень, то сильно от единицы отличаться не будет. Скажем, 1 плюс 1 миллионная в степени 1000 все-таки еще больше похоже на единицу, чем на что-то еще. Чуть-чуть отличается от единицы. Поэтому на самом деле вот это произведение примерно равно единице, а значит вот это примерно равно 1 разделить на e, потому что 1 плюс 1 двадцатое в двадцатое это уже довольно близко к е. И очень просто, соответственно, оценить нам вот это, оценить, что если у меня летит 20 ракет и каждая сбивается с вероятностью 25%, то вероятность того, что объект останется цел, равна 1 разделить на е, то есть на вот это число. Ну это что-то там типа сколько получится? 0,40, 0,4 или даже еще меньше, 0,38. Вот это вероятность, что он останется цел. И 0,62, что он все-таки будет сбит. Вот. А вот теперь представьте себе, что вы наоборот, тут как-то сказать, задачу можно решать за одну сторону и за другую сторону. За другую сторону задача выглядит так. Вам надо поразить объект. Надо. И вы точно знаете, что система ПВО работает, что 95% сбития. Сколько ракет надо послать, чтобы поразить этот объект не с такой, например, вероятности, а, например, вот с такой. То есть, чтобы наоборот поразить, чтобы как бы то, что каждая ракета сбивается 95%, а нужно так много послать ракет, чтобы вероятность сбития оказалась 0,95. То есть всего лишь одна двадцатая, что смогли уничтожить все ракеты. Как это мы будем решать? Смотрите, это значит уравнение уже на концепцию логарифма. Ну, знаете, что такое логарифм, да, в школе? Сейчас нам придется его применить. Вот. Без него никак такую задачу не решить. Это такая чисто вот житейская задача на логарифмы. Так. Значит, что мы хотим, чего мы хотим добиться? Мы хотим, чтобы 1 минус 1 двадцатое в неизвестной степени это что значит? Это значит все ракеты сбиты. Где их х? Х обычно переменная. Все-таки мы любим, наверное, для целых чисел вот такие буковки, да? Это же целое число ракет. Вот. То есть целое число ракет М должны быть все сбитые. Это для нас неблагоприятный исход. И он должен быть 1 двадцатое или еще ниже. Вот. Вот такое уравнение, да, пишем. Ну, тогда мы можем 20 направо, а туда, как мы помним, 1 плюс 1 двадцатое в степени М, да? То есть мы фокус такой произведем. Мы домножим на 20 и на 1 плюс 1 двадцатое в М. Мы уже знаем, что они друг другу примерно противоположны, приблизительно. Поэтому мы решаем примерно вот такое уравнение. Вот. Ну, а теперь смотрите. Ну, в принципе, можно уже написать, что М является логарифмом числа 20 по основанию 21 двадцатое. Но я сейчас вам покажу ноу-хау некоторое, как такие задачи решают. Дело в том, что у нас справа стоит что-то похожее на Е, так давайте Е выделим. Давайте вот здесь будет 20, а дальше тогда в степени М делить на 20, правда? Вот так преобразим. Преобразуем. Мы имеем право, да? Работа со степенями стандартная. Вот. А тогда здесь будет примерно Е. Получается нужно, чтобы 20 было примерно равно Е в степени какой-то там. То есть в какой степени Е дает 20. И вот тут уже мы прямо можем написать, что М делить на 20 равно логарифм натуральный числа 20. Ну, довольно точно это равно 3. То есть формулу Е в кубе примерно равно 20. Полезно помнить. Е в кубе это примерно, это там типа 19,98. Это с большой точностью 20 как раз и есть. Ну и теперь у вас готов окончательный ответ, что М это 60. То есть чтобы вам вот как пощупать, пощупать, всегда нужно что-то щупать до конца, чтобы это не были формула, формула и вдруг ответ. Вы просто представьте это себе, что если есть объект, если есть ПВО, вам нужно разбомбить объект, но каждую ракету сбивают с вероятностью 95%, то 60 ракет решит ваш вопрос, а наоборот с вероятностью 95% в другую сторону. То есть тогда хотя бы одна ракета долетит и разбомбит объект с вероятностью 95%. А вот 5% останется на такое событие, что все ракеты сбиты, все 60. Ну, соответственно, если вы там еще, например, вдвое больше ракет пришлете, еще вдвое, то вы здесь, вероятность у вас заменится на 1 делить на 20 в квадрате, то есть будет уже 1,4. Это уже то, что все ракеты будут сбиты, будет ничтожно малая вероятность. То есть пошлить 120 ракет, уже можно забыть про то, что они будут сбиты, хотя каждая из них, казалось бы, сбивается с очень большой вероятностью, 12,5%. Так, ну вот, наверное, на этом мы завершим. Друзья, есть ли вопросы? Какие-нибудь вопросы? Скоро всякие олимпиады. Я вам желаю удачи. Да, всякие там туры, такие-сякие по разным предметам. Давайте, пишите олимпиады и заглядывайте на канал маткульт-привет в интернете, который содержит, ну, в основном мои выпуски, иногда кого-то еще я приглашаю, иногда какие-то философские разговоры бывают, но в основном математика. Большей части это математика. Вот, например, только что, вчера, по-моему, или вчера, кажется, я там открыл доступ к лекции про суммы четырех квадратов. Есть совершенно невероятная теорема, которую доказал Лагранж. Любое натуральное число, любое натуральное число представляется в виде суммы четырех квадратов натуральных чисел. Любое. Но это очень трудная такая теорема, достаточно длинная. Вот там вот в последнем ролике полное доказательство через так называемые квадратныеоны. Это такие сверхкомплексные числа, гиперкомплексные. Ну, в общем, есть много чего, короче, такого там интересного. Есть и более простые лекции. Ну, и вам, естественно, удачи. И повторю, классика учиться, учиться и учиться. Вот. Учиться, учиться, учиться и немного удачи. И на олимпиадах, и на экзаменах. Вот вам. Все. Счастливо тогда, если нет вопросов. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ